счастье 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 все счастье на исполнение желания ну вот вот наши красавцы стоят даже вообще даже не собираются покидать и исполняют и исполняют желание сейчас красивый такой ракурс выберем вот такой красиво или еще покрутим давайте вот так красиво приветик все знаю что ждете результат теста который мы с вами проходили но прежде чем расшифровать этот тест тоже очень много получила комментариев по поводу когда и как действует упражнение на лицо и как быстро поднимается десна и вообще с этим связано очень много было после последнего видео когда написала наша подписчица по подробно какие проходили у нее результаты и в том числе то что вот было с прикусом с десной и так далее и я рассказала вам и у меня у самой пазл сложился я вам рассказала про свой опыт у меня он на 10 год я заметила вот эти изменения у меня стало здесь у меня было стало подниматься я чувствую что что такого же быть не может я даже себе представить не могла но я же я я же понимаю что как может вырасти десна и понятно что нет она просто поднялась и скорее всего вместе с костью вот так вот многие пишут роза на какой срок взяло а как что знаете что хочу вам сказать читайте комментарии внизу в комментариях вы очень много найдете ответов не только что я скажу а опыт еще у кого был там таким опытом шикарным делятся и я вам скажу если это упражнение не делать человеку в голову даже не придет что какие-то были сны это только если ты делаешь потому что эти выводы приходят от практики для меня было большим огромным удивлением еще раз говорю вот этот мозоль который всегда на наступни вот здесь был очень долго у меня мозоль с боков и вот здесь сильно это же у меня взяло очень много времени и этот когда здесь раскрылся мозоль когда все тут разгладилась выпрямилась здесь она ушло сюда на пятку и я вам говорила пятка левая пятка болела очень долго правая половина пяточки болела не при ходьбе хотя бывало давала себе знать а вот именно когда ложи ложился спать она ныла так я тоже вы знаете но думала ну какому куда какой врач но уже понимая что этот скорее всего какой-то процесс да никак не не относила этот процесс с этим мозолем поэтому вот у меня на десятый год этот это пошло 9 нет это у меня уже полтора года это как болит значит нашло на чего работать и вот вам говорила совсем но ни о чем недавно вот только полторы две три недели как у меня перестала быть это ощущение я ложусь и мне пятка не болит но зато и здесь все стало гладко теперь понимаете у нас вот здесь когда ты немножко сутулишься или когда у тебя перекос тут же тоже складка сзади на спине образуется тоже вот такая выемка которая не должна быть здесь внутри на вовнутрь это выемка понимаете это все выпрямляется но у каждого по-своему идет вот кто-то пишет я полтора года вот какой результат а у меня на десятый год на восьмой год на девятый год поэтому вот на десятый год я заметила огромные изменения с десной у меня поднялась десна и когда мне я почитала комментарий я как читаю ваши комментарии тоже это же просто это просто читать их надо там все ответы найдешь каждый свой опыт напишет потому что когда ты не делаешь и ты нет ты не можешь это ты не можешь этот процесс замечать когда ты не делаешь упражнения кто делает он каждое все на себе это видит и замечает поэтому читайте хорошо внимательно комментарии друг друга и вы там найдете ответы но вот кто спрашивает роза на как долго вот у меня на 10 а у кого-то на полтора полтора года делает и начала да да еще раз еще расскажу это упражнение надо тупо делать тогда ты будешь видеть результаты может быть быстрее кто-то на лице кто-то очень долго лицо возьмет и этот вот перекос у кого-то быстрее возьмет колени у кого-то быстрее эти женские органы вообще внутренние органы но я вам скажу внутренние органы очень быстро поднимается очень быстро поднимается так что вот по поводу того что вот мне напишите роза на расскажите поподробнее как и что вот вам говорю читайте там комментарии много напишите но по времени у всех по-разному но лицо выравнивается а абсолютно точно вот смотрите остановиться хочу на одном комментарии наталья и потом с вами разберем тест наталью давно знаю наталья давно со мной и пишет наталья часто и пишет подробно пишет подробно и подробно и очень жизненно приземленно вот описывает свои процессы довольно такие правдиво что даже не каждая бы женщина написала наталья абсолютно умница я знаю что вы смотрите вместе с супругом вы смотрите мои видео потому что иногда в ваших комментариях вы об этом пишите что мы вместе смотрели мы вместе слушали просто браво браво молодцы вот наталья пишет наталья куценко благодарю вас роза на у меня кривое все лицо овал лица плечи сутулость я родилась с кривой шеей операцию делали в шесть лет потом в гипсе от макушки до талии ходила три месяца врачи ругали маму они велели принести меня на операцию в шесть месяцев но мама боялась общего наркоза и всего остального после гипса стало лучше стала постарше стала заниматься танцами в большом коллективе занималась несколько лет стало лучше с осанкой асимметрия лица очень заметно симметрия лица очень заметно стало сейчас с годами потому что сидячая сидячая работа за компьютером скрываю макияжем поднимаю руки если начинаю замерзать то встаю и начинаю делать упражнения и сразу согреваюсь это просто нарушение работы сосудов всего организма упражнения уже просто необходимо умница наталья так описали просто представляю вижу понимаю умница умница конечно упражнения упражнения и упражнения как говорится до конца делать и вы вы просто как 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 новое возрождение начнется у вас и результат будет вы будете видеть это умница ум но вы давно и вы делаете а теперь к тесту пишите тест облако белое глаза и в глазах лес вот такое животное вот это нам написала наталья ну и вернемся ребятами не хочу никакие мы не ребята прекрасные красивые куколки и вернемся к тесту и так не существующие в природе животное и расположить его где расположить ну наталья вы не написали где вы расположили и так берем рисунок свой и смотрим первое на что обращаем внимание где вы его расположили этот рисунок свой если вы расположили наверху или в центре или внизу или сбоку вот это на сегодня ваше положение для себя самого я в центре внимания если в центре я наверху как-то вот не могу приземлиться что-то я наверху я немножко как внизу тоже позиция внизу я как-то вот внизу сбоку тоже вот каждый себе представьте это и это будет самое правильное вот там где вы расположили на сегодня это ваше место если вы расположили вот это про расположение теперь смотрим изобразили ли вы глаза и два глаза кто-то может быть один глазик нарисовал посередине кто-то может вообще нет глаз и такое бывает итак смотрим глаза вы нарисовали какие глаза маленькие большие удивленные улыбающиеся глаза вот прям знаете вот рисует иногда глазки и вот так посередине еще такие кружочки и сразу видно что это вот счастливые глаза то есть посмотрите что вы изобразили вот то вы видите или вы не видите или только одним глазом видеть или вообще не на линии изобразили глаза следующие уши кто изобразил ушки у кого есть ушки у кого есть кто стоит например на четырех лапах это ты стоишь и на четырех ногах и на четырех лапах то есть уверенно стоишь где-то кто-то может быть вообще ноги не изобразила кто-то куриные лапочки изобразил а кто-то изобразил крылышки ангела летаешь ранимый или если крылышки маленькие если крылышки побольше на кого-то больше кого-то больше защищаешь на кого-то больше понимаете каждый себе может сделать сам психологически нарисовать описать то что ты нарисовал первое это где ты изобразил там твое место на сегодня второе ноги или копыта или лапы что есть может быть ничего может куриные ножки есть может быть вообще нет ног может быть 4 просто лапы есть может быть там где ноги нарисовал руки а там где руки нарисовал ноги то есть каждый себе посмотрите вы изобразили себя вы изобразили себя а там где вы расположили это ваше место вот такой ответ своего теста очень интересно бы было если бы вы написали в комментарии что вы увидели в том что вы нарисовали вот что кто что увидел и соответствует ли это вам не надо это делать для себя сделать вывод вы нарисовали себя вы нарисовали себя но могу сказать вам у кого есть дети еще такого возраста что могут рисовать это не не взрослые можно и взрослому но если дети папам помладше есть можно и любого возраста попросите нарисовать своих детей семью напиши нарисую нашу семью нарисую нашу семью даже если мы с тобой вдвоем мама допустим с сыном или мама семья это семья нарисуй и вот вы увидите в ребенок все нарисует нарисует папа большой мама большая а он вот так усенький это он так себя ощущает себя себя ощущает никем в этой семье он вот такой сеньки с ним не считается вы все вам ребенок все покажет они даже сами детям они нарисуют и вам покажут если нарисует мама вот такая папа вот такой и он с папой они с папой вконтакте а мама командир мама для них от них а вот мы с папой плюс-минус вы посмотрите а ребенок может нарисовать себя большой и мама с папой одинаково все ведь все понятно нет главного всем и трое мы все три гла трое главные или мы с мамой вдвоем одинаковые мы все мы главные а если мама побольше а себя нарисовал поменьше то спроси а ты нарисовал себя поменьше потому что ты ростом поменьше или как как ну да мама я же еще маленький я ростом а тогда понятно он и изобразил рост но как правило психологически дети не понимают что он меньше ростом а мама больше они психологически рисует если он с мамой одинаково такой же важный как мама он для мамы они дети рисуют плюс минус тоже большого себя рисует если рисует себя никакое все мама подавила его дети все сами вот так и вы изображая не существующие в природе животное вы изобразили самого себя я вам чуть-чуть только примеры могу рассказать когда я делала кому-то такие тесты что больше всего меня однажды удивило в таком рисунке когда я попросила изобразить не существующие природе животное даже не буду говорить женщиной это было или мужчина человек нарисовал большой лист бумаги посередине большую нарисовал нарисовал заднюю точку просто вот такую большую нарисовал и когда я спросила что это такое говорит ну так это то на чем мы с вами на то на чем мы с вами сидим не хочу на экран говорить это это слово вот вот так вот человек как себя ощущал даже и такое рисует ну а по детским рисунком все абсолютно понятно когда рису и еще посмотрите знаете в своем рисунке посмотрите много ли у вас круглых форм глазки круглые допустим ушки закругленные допустим туловище кругленькая или долговато посмотрите мягких мягких черт черт больше или все таки остренького больше это тоже показатель что ты как как ешь если ты за ежа или там колючки или что-то ты сам ешь или ты на себе ощущаешь вот эти вот колкости ну вы полет фантазии здесь огромный поэтому вы каждый сам себе вот то что нарисовали то вы и есть этот тест вам говорю я прошла когда мне было это может 15 муж 7 на может быть 17 18 17 вот такой возраст ну совсем ни о чем я прошла этот тест и то что я изобразила мне профессор доктор владимир леви тогда не сказал акчи и мы передали рисунки он ведь передайте мне рисунки свои мы передали ему рисунки он посмотрел тоже стал нам объяснять объяснять увидел мой рисунок говорит а кто это рисунок изобрели я наверное вот на той лекции я наверно одна была такая молодая все были уже хорошо постарше хорошо постарше и со 40 и 50 и 35 но как-то постарше я как одна такая была молодая вы так чей-то рисунок я встала говорю мой рисунок девочка сколько тебе лет то что я изобразила зрелую такую я помню и знаю она мне до сих пор есть мы изобразила зрелого уверенного хорошо на земле стоящего человека такого с опытом как будто бы понимаете по этой в этом моем изображении было все были руки были ноги были глаза уши нос но я помню я изобразить ну помню я есть у меня этот рисунок у меня была беретка на этом моем животном с таким хвостиком беретка и улыбка но все было там не говорит кто и к чей это рисунок я встала к детка сколько тебе лет такого взрослого зрелого человек то есть понимаете по вот этому рисунку вы определите вы сами себе вот такую расшифровку сделайте где губы где глазак уши если изобразили хвост как подняли хвост или он у вас внизу болтается то есть все и на все на это полностью включите свое мышление и вы себе ответите на очень очень многие вопросы ну хотите еще почитаю или пойдете разгадывать свои тесты вот еще еще тест хотела тут кто-то кто-то мне на к сейчас я найду кто написал и это же попробую вам попробую вам его как-то чуть-чуть я видела кто пис написал в некоторые написали что изобразили сейчас вот если я найду то я вам немножечко его помогу расшифровать вот гала нам пишет роза она скажите пожалуйста как реагировать на несправедливость когда обида просто душит я ее прогоняю она не хочет уходить помогите в двух словах тема большая хорошая красивая тема в двух словах могу вам сказать когда ты обиду гонишь не хочешь а она не уходит значит ты хочешь пострадать ну вот так все это при прям в двух словах если ты ее гонишь она уйдет а если она остается хочешь страдать но это такой знаете ответ в краткий вообще тема большая когда как реагировать на несправедливость когда-нибудь поговорим очень много вокруг несправедливости и вся жизнь несправедливость но одно дело когда ты хочешь эту обиду или когда ты не хочешь ее это зависит от тебя а вся несправедливость от тебя не зависит но обида на это на все от тебя зависит если ты не хочешь ее пустить она не останется здесь а если она остается значит ты хочешь по по поигра по за по заигрывать с этой обидой вот хочется в эту игрушку поиграться кстати очень нехорошая игрушка когда ты ее посадил а потом выгоняешь а потом опять посадил это очень нехорошее состояние мы сейчас найду ну сейчас найду катерина екатерина пишет роза на здравствуйте instagram заблокирован на очереди youtube а у меня сердце заколотилась в предчувствии разлуки решила переписать несколько ваших видео на телефон это паника я не думаю что youtube закроют нет панику не сажайте себе вы да вы что какая паника не сажайте на тебе на сегодня столько средств есть но во всяком случае мы можем в одном единственном случае мы можем с вами потеряться один единственный случай если я сама не буду выходить на связь вот это потеряться когда ты уже попал в это онлайн пространство только если ты сам не хочешь ты выходишь а так мы на каких-нибудь платформах все равно переключаем перекликаемся потом я же сделала телеграм-канал кто хочет подписывайтесь туда там я на том канале я есть но я не думаю что youtube закроют вот ладно хотела в комментарии кто написала и написал какого животного изобразил то я бы кто я бы вам ответила немножко помогла расшифровать это я ну вот например написала нам ольга 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 я весь комментарий не буду читать а вот вы написали вы написали что ладно розанна как же с вами интересно какие темы глубокие поднимаете для обсуждения мимоходом делитесь своим опытом и воспоминаниями которые для меня как инсайты в большинстве случаев ой когда вы сказали нарисовать не существующее животное в первом примере привели как же я захохотала прямо души это же кенгуру я уже не помню где слышала такую шутку голова кролика с телом коня на мой взгляд это животное но самое смешное не в обиду кенгуру бывает такие забавные экземпляры с накачанным торсом и человеческими повадками что даже обезьяны на второй план уходят нет но это это вы не ну не не свое животное писали ну ладно в общем попробуйте сделайте сами свое описание и а если кто-то хочет поделитесь соответствует ли ваше изображение той действительности в которой у вас сегодня есть хорошо кто хочет кто хочет любушка моя лю лю ник такой любушка моя пишет наверное когда раз она прыгает от радости весь мир начинает кружиться супер да я иногда вот если когда почитала комментарий прошлый раз и вот написала сейчас уже вот ну не помню кто но написала просто прошлое видео что у нее восстановилась асимметрия на лице прикус и у меня знаете пазл сложился с моей десной чтобы я так обрадовалась я просто прыгала от радости не сложился пазл я такой ответ роскошный я его но этот ответ себе я его когда эти как не придумала не показалось а он на лице на факте есть до поднялась десна я очень радовалась радовалась до ну что мои хорошие многие такие молодцы вот аида пишет нам молодец сейчас зачитаю ваш ком добрый день раз она спасибо вам за то что делитесь с нами мудростью своей жизни выполняю упражнения с февраля после родов осанку никак не могла исправить просто неосознанно согнувшись ходила стала замечать что выравниваюсь первое время очень болела голова затылок хондроз сейчас чувствую шейные чувствую легче шейный отдел но есть еще над чем работать буду выполнять раз она можно вопрос как перестать обижаться на мужа вроде вроде отпускаю когда вижу его хорошие качества прощаю просмотрела все ваши видео об этом чувстве отпустила обиды работаю над собой но что-то снова скажет и неконтролируемо обида как же научиться воспринимать то что мне не нравится заранее благодарна аида моя шикарный просто умница какая на просто шикарный вопрос просто шикарный вопрос но если вы говорите после родов может быть у вас еще знаете такая ну воспринимаешь после рода немножко восприимчивость такая более sensitive более такая чувствительная восприимчивость но вы знаете всегда когда обижаешься это низкая самооценка это первое ну вот как-то прям знаете и чем больше обижаешься тем больше тыси но как с этим как с этим тоже в двух словах не хочу что же все в кучу как с этим говорить говорить вот когда ты говоришь ты расставляешь все точки ты все отсюда вытащил вот этой вот складки во внутренне делается она прямая говорить и при этом не говорить ты всегда меня обижаешь ты меня всегда портишь на настроение сколько раз тебя просила то ты на мои просьбы никогда мне неприятно я некомфортно себя чувствую вот такая сказанная фраза мне вызвало дискомфорт на себе акцент когда ты делаешь на себе акцент ты человека ни в чем не обвиняешь и он тебя слышит по другому он не слышит что ты его обвиняешь он не за не защищается он сразу понимает ой да я наверное что-то не то сказал даже если он реагирует не сомневайтесь человек даже если говорит о что такого я тебе в голову села его ни в чем не обвинили она в голову села и как-то вы понимаете с одного раза не получилось еще раз скажите с одного раза за 2 еще расскажите но именно о своих ощущениях при этом не обижая человека не над не накидываясь на него не обвиняя его вот тогда он услышит а если ты делаешь претензию как ты мог так мне сказать я мне так обидно было ты меня обидит этот ты 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 я мне для меня у меня вот когда это меняется то здесь ты воспринимаешь совсем по-другому хоть ты не сразу реагируешь не сразу но в голове мысль идет по-другому вот так у устроена ну что мои хорошие исполняем наше желание под проверьте еще раз хочу вам сказать проверьте подписку такой сбой идет ой же все не представляете на ютюбе до сбой такой идет всякая там да 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 поэтому проверьте свою подписку кто не подписан подписывайтесь а кто подписан проверьте или или все все или потому что я говорю сбои вот такие вот идут ну и что счастье 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 которое будет обязательно пап потом хотела вам сказать про кофточку а да еще лайк надо жирный жирный лайк только цвет на цветы то есть на желание на желание кто-то мне написал роза нам загадала два желания одну же исполнилось на эти цветы так что ходила смотрела кофточку хотела хотела купить кофточку и вы знаете я ее померила сейчас вам скажу кофточка шикарная в теме хорошая прекрасная качественная все она трикотажная и знаете такой трикотаж вот типа кофточка лапша но качественная хороший такой трикотаж померила что получается беру свой размер который мне надо получается плечи на месте здесь все на месте но под мышками вот здесь вот этот трикотаж плотные вроде все воду такой вот прям вот тут вот собирается вот такой мешок она не подходит вот так прям раз к себе вот сюда красиво вот так ложится вот тут какой-то вот прям знаете с двух сторон немножко сзади посмотрела и на и на спине вот здесь по талии вот здесь прям какой-то там сзади как мешок какой-то ну думаю пойду возьму размер поменьше я ношу смол думаю ну возьму экстра смол еще поменьше надеваю получше здесь на спинке как-то уже там села по спинке а получше здесь зато вот здесь знаете натянулась но до того не люблю когда вот здесь а у нее такая планочка у кофточки здесь пугай а тут вот растянулась эти вот эти пуговички не на месте и я ее натягиваю сюда ну до того вы понимаете ну ну видно она не по размеру вот здесь видно она не по размеру беру свой размер здесь красиво тут ничего не раз не расходится не надо вот тут подтягивать вот здесь все не присоеду до того некрасиво и спина она там у меня сама по себе ну в общем она по спинке не а там побольше и как-то поймете какой-то тут за 9 мешок собирается и вот здесь так что кофточка отпала но вот розовое платье в горошек делаю уже почти готова и я немножко когда его шила я так его немножко поснимала показать вам ну сейчас его надо чуть-чуть нас на себя я его уже она уже готова но я что-то надела его ее подсадить на себя надо вот она как-то вот сидит и не сидит вот вот чуть-чуть на себя я знаю эти тонкости вот я его чуть-чуть там сзади на себя подсажу и тогда уже вам вот это платье в горошек которая давно я купила cotton в розовый горошек вот это вам покажу презентую что-то еще хотела вам сказать ну ладно что не сказала в другой раз скажу у нас сегодня очень такой пасмурный день целый день будет дождь сегодня завтра после послезавтра температура минус 1 плюс 2 минус 1 вот такая температура с утра темно потому что сера тучи серый и дождь дождь и такой знаете не ливень а дождь который знаете мелкий такой колючий такой такой дождь я такую погоду обожаю она мне такая уютная у меня со всех сторон свечи горят сейчас вот вам покажу вот это вот свеча у меня горит вот такая вот это на таком вот немножечко дает запах яблочко зеленого яблока дома запах просто едва-едва такой fresh fresh свежий окна открыты такая себе свежий и вот это такой вот я буду просто такая прелесть я оба ой можно было его его так в кадре держать ее ее бы видно было свечечку эту обожаю такую погоду она мне вот при всем вот она мне такой уют создают так и так хорошо так комфортно ну что мои хорошие бесконечно вас уважаю ставим лайки ставим лайки нашему одному единственному сильному желанию и она у вас у нас на всех одно обнимаю вас уважаю вас и до следующих видео пока